Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Амаркетс, оставлять ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Ну что ж, сегодня долгожданное заседание Европейского Центрального Банка. Я был практически уверен, что именно это событие станет источником повышенной влатильности европейского валютного актива и станет причиной его обвала. Но вы сами все видите, распродажи рисковых инструментов продолжаются уже не первый день и на текущий момент пара евро-доллар уже протестировала поддержку 1,0550 и идет к нашей цели 1,05. Думаю, что сегодня этот уровень точно будет достигнут и в конечном счете будем уже ловить евро существенно ниже поддержки 1,05. Новостной фон, он в целом не меняется, но, к сожалению, если касаться геополитики, он становится все жестче. Если раньше мы обсуждали вероятность начала наземной операции Израиля в секторах Гази, то теперь эта вероятность значительно возросла, по крайней мере, на фоне вчерашних комментариев Нитиньяху, например, министра Израиля. И, к сожалению, учитывая тот новостной фон, который сложился, риторика, которая идет, я допускаю, что это страшное событие в целом, по, наверное, общечеловеческим понятиям, действительно может произойти уже в самое ближайшее время. В этой связи, друзья, вы должны изначально осознать то, что в таких условиях меньше всего, что будет интересовать трейдеров и инвесторов, это рисковые инструменты, которые точно кажутся под давлением. А вот защитные активы будут пользоваться спросом. Поэтому я советую вам оценить собственные инвестиционные портфели и просто поразмыслить именно, куда могут прийти инструменты, которые относятся к категории рисковых, особенно если вы находитесь в длинных позициях по ним. Ну ладно, давайте к повестке экономического календаря. Сегодня ждем решения Европейского центрального банка по ставке. В 12.15 по GMT это решение будет оглашено. Соответственно, спустя полчаса после этого, тоже традиционно, в 12.45 состоится пресс-конференция главы Европейского центрального банка Кристин Лагард. Между этими событиями у нас будет возможность переключиться на американский фундаментальный фонд, статистику по первичным заявкам на пособия по безработице, по годовым данным по ВВП и заказам на товары длительного пользования. Если вы все еще не уверены, что та статистика, которая выходит по штатам в последнее время, достаточно для того, чтобы мы говорили об устойчивости экономики США и о том, что ФРС может созреть для еще одного повышения процентной ставки, то сегодняшний блок отчетов, я думаю, что может убедить даже самых рьяных скептиков, потому что сегодня мы снова ждем очень неплохие показатели и цифры. Индекс доллара текущей котировки 106.58. Можно назвать два основных фактора, почему доллар пользуется спросом. Это очень высокая доходность американских трежерис. Десятилетки снова в районе 5%, 4,95%. И понятно, что, учитывая, как активно рынок закладывается под возможности еще одно уже точение монетарной политики, учитывая геополитику, в целом у трежериса пока что траектория только лишь восходящего движения. И я допускаю, что десятилетки могут легко оказаться выше 5%. Ну и сам геополитический фон, арабо-израильский конфликт, кризис, как угодно можно сказать, это то, что является сейчас основным маятником для инвесторов и ориентиром, чтобы перекладывать свои капиталы в пользу защитных инструментов. Касательно макроэкономических данных на этой инвесторе. PMI производственного сектора, активности в сфере услуг США, статистика, которую мы разбирали буквально два дня назад, очень хорошие показатели, сильные значения, цифры, доказывающие стабильность и устойчивость американской экономики. Вчерашний отчет по рынку недвижимости, продажи новых домов выросли в сентябре на 12,3%. И разве после этого кто-то может сказать, что высокие потечные ставки тормозят сейчас рынок недвижимости? Судя по тем данным, которые мы сейчас получаем, это не так. И потребители адаптировались. Ну, может быть, к цифрам и стоит придраться, и, возможно, стоит даже дождаться нескольких отчетов подряд, чтобы посмотреть, как будут пересмотрены предыдущие релизы. Но текущие цифры доказывают то, что в целом американская экономика может справиться, выдержать, переварить дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики. Сегодня ждем отчет по ВВП. За третий квартал, соответственно, показатель может вырасти на 4,2%. Очень хорошая цифра. Если не будет никаких отклонений, доллар точно получит дополнительную поддержку. По заказам товара длительного пользования ожидаем рост на 1,5% против незначительного подъема на 0,1% два месяца назад. То есть контраст тоже значительный и ощутимый. Первичные заявки на пособие по безработице, я думаю, что где-то в районе 200 тысяч мы так и останемся. Это тоже идеальный показатель, позволяющий нам говорить о прогрессирующем рынке труда США. Аналитики ING с небольшим опозданием, в кавычки возьмем эту фразу, тоже ожидают, что индекс доллара восстановится до 107 пунктов, хотя эту цель мы с вами поставили еще несколько недель назад. Поэтому остается сейчас в целом довериться фундаментальному фону, раз он не меняется, фундаментальная поддержка идет, ждем, соответственно, тестирования данного уровня, сопротивления 107 и потенциально уже ориентируемся на значение повыше. Золото 1986 долларов за тройскую унцию, опять же, стоило только на рынку прийти очередному плохому фону, связанному с ближневосточным конфликтом, золото продолжило ралли. И оно будет продолжаться, золото превысит 2000 долларов за тройскую унцию, я в этом практически не сомневаюсь, но сам в этой сделке не участвую, больше импонирует работать сейчас с индексом доллара. Доллар и иена, друзья, наконец-таки мы достигли нашей долгосрочной цели 150 пунктов. Сейчас значение уже выше 150.43, но хочу отметить, что находиться теперь в длинных позициях, это очень рискованное предприятие. Раньше это было большим риском, но сейчас, когда пара выше психологического сопротивления, крайне высокая вероятность валютных интервенций со стороны японских монетарных властей. Напомню, что Банк Японии никогда не признается, что он провел валютную интервенцию. Это такая практика у него, которая сохраняется уже практически два года. И чтобы не попасть в простак, я рекомендую не испытывать удачу здесь и не сидеть в этом дуэте финансовых активов, в этих инструментах дальше. Мы заработали, когда будет дополнительная возможность извлечь какую-то спекулятивную выпаду из этого инструмента, мы это сделаем. Американский фондовый рынок в соответствии с ожиданиями валится камнем вниз, СНП уже ниже 4200 пунктов. Цель 4000 актуальна. Европейская валюта против доллара. Сегодня ждем решения по ставке. Разумеется, ставку не изменят, а ставят на прежнем уровне 4,5%. Учитывая то, что деловая активность находится на минимальных значениях за последние 5 лет. Это создает очень пессимистичные ожидания, поскольку снижение деловой активности бьет, разумеется, по показателям ВВП, в целом по потребительской активности. И я думаю, что может быть предвестником для экономического спада для всей еврозоны. Про Германию мы уже не говорим, там рецессия, я думаю, что уже наступила. Поэтому отсутствие решения по ужесточению монетарной политики тоже можно воспринимать как негативный фактор. Но главный локомотив для снижения европейской валюты – это текущее укрепление американского доллара. И по британскому валютному активу тоже без изменения. Цель 1.20, до нее остается 80 пунктов. Друзья, я думаю, что при таком ралли, как сейчас, до конца недели вполне реально достигнут данного целевого ориентира. Последний опрос Reuters показал то, что Банк Англии точно не будет повышать процентную ставку. Вспоминаем еще слабые релизы, которые тянутся с последних торговых сессий. И, соответственно, фунту, как и в начале этой недели, как и в середине недели, не на что сейчас положиться, чтобы оправдать потенциальный рост. Рынок нефти – 88.78. Вот, кстати, рынок нефти пока не отреагировал на события на Ближнем Востоке. Я думаю, что это временное явление. Поэтому советую еще раз присмотреться к нефтянке в целом. Потенциал роста, безусловно, сохраняется. И, как и раньше, жду 95 и 100 долларов за баррель. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока. Продолжение следует...